Доброе утро, друзья! Приветствую всех на духовном завтраке. И сегодня утром я бы хотел с вами вспомнить один эпизод из книги Деяний. Сегодня день воскресный, мы все пойдем в церковь, в свои собрания. И вот книга Деяний, 4 глава, описывает один эпизод, один из первых эпизодов, когда апостолы за проповедь Евангелия их привели в Синедрион, имели рассуждение, что с ними делать. В итоге строго-настрого там сделали какой-то выговор и отпустили. Интересно, что говорит Писание, что они делали дальше. Петр и Иоанн, два апостола, Деяние, 4 глава, 23 текста. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. И дальше. Меня очень трогает эта фраза, что первое, куда после своего задержания пошли апостолы, они пришли к своим. И вот это понятие свои, оно в Библии подчеркивается неоднократно. Можно вспомнить еще один текст, да, где сказано, чтобы мы учились делать добро всем и в первую очередь своим поверья. И вы знаете, вот я думаю, это важное понятие, чтобы в нашей жизни были свои люди. Где проводить воскресный день? Ну, для верующих, наверное, это очевидный вопрос, со своими, со своими поверья. Так здорово, когда мы живем с этим ощущением, сами являясь для кого-то своим человеком. И в то же самое время имеем таких друзей, которые мы с уверенностью можем назвать своими. Знаете, это потрясающе, когда можно приехать в любой город, страну, мира. И при желании можно всегда найти своих людей, которые близкие по убеждению, близкие по вере. Вот сегодня день воскресный. Так важно, чтобы мы устремились и провели этот день со своими, со своими поверьями. Разделяя радость общения, поклонения Богу. Пусть Господь направит нас в этом общении и поможет нам созидать братство, созидать взаимоотношения и иметь эти добрые отношения, которые мы можем назвать своими. Пусть Бог благословит каждого в этот воскресный день во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.